Добро пожаловать в мою коробку Сегодня у меня на обзоре еще один миникан от ребят из компании Бруско И как мне кажется, не было никакого смысла выпускать типа Бруско плюс ПРО Потому что это практически то же самое, только лучше Обо всем этом поподробнее я расскажу тебе в приближенном рассмотрении Поэтому прямо сейчас я покажу тебе вот это вот счастье поближе Вот в такой коробочке от ребят из компании Бруско ко мне пришел миникан плюс слайдер Как всегда супер удобная история Сразу же на коробке написано 1200 мАч и 3 мл картридж Самая важная информация по устройству Внутри по классике жанра лежала инструкция по эксплуатации Плоский кабелечек для зарядки по Type-C Это кабель какого-то нового формата То есть он подлиннее и в нем появился хоть какой-то смысл Ну и конечно же само устройство Миникон плюс слайдер Быстро разбираемся по картриджам Они абсолютно те же самые как и в четвертом миникане Как и в миникане про плюс Короче говоря это те же самые картриджи Которые у нас вот с этой же удобной верхней заправкой Открыли Отверстие у нас одно для заправки Другое для стравливания воздуха Заправили опять же все защелкнул Все замечательно Все чудненько Картриджи абсолютно те же самые И все так же подходят на все предыдущие устройства А вот сама аккумуляторная батарея претерпела небольшие изменения Скажем так То есть вот сразу же тебе показываю Как выглядел у нас миникан про плюс То есть вот это вот с шершавенькой историей У него была кнопочка здесь Вот экранчик С другой стороны регулировка обдува Такая вот текстурированная у него Пластиковая передняя и задняя часть То есть боковинки грубо говоря У него такие вот текстурированные Здесь же немножко по другому То есть мы видим что наше устройство Чуть-чуть стало повыше И здесь вот такая стрелочка нарисована Не просто так Для того чтобы вы могли вот так вот ее сдвигать И вверх и вниз И вверх и вниз Тем самым открывая Или же закрывая экран Вот такой вот прикол Дес Конечно же я слежу за всем этим Очень пристально Естественно гром бы развергся Если бы они убрали Отсюда регулировку обдува Потому что если они ее уберут Этот миникан сразу же полетит В 40К Тунц Или она здесь присутствует И это замечательно Шпингалетик Открываем Закрываем Регулируем для себя затяжку Как будет удобно С другой стороны у нас есть кнопка Fire и разъем для зарядки По Type-C На жопке нашего устройства Есть пара сертификатов И на обратной части просто написано Бруско Aspire То есть совместная коллаборация Этих компаний Aspire производитель Бруско импортер Теперь вернемся на лицевую часть Скажем так Вот этой штукой я думаю Ты всех будешь постоянно раздражать И бесить Потому что хочется ей щелкать постоянно Также эти панельки Как мы видим Они текстурированные То есть здесь у нас Вот такие вот вертикальные полосы Опять же в руке лежит довольно приятно По покрытию самого устройства Здесь немного другой пластик Не такой как на вот этом устройстве То есть здесь он более такой глянцевато-скользкий Но в то же время тоже он матовый Но есть некая скользость на нем Тут прям такой софт-тач Софт-тач Приятный Полу-резиновый Полу-пластиковое Такое вот покрытие Не на ощупь Он просто замечательный То есть тут ребята По поводу всего этого дела Работают Чтобы устройство было максимально приятненьким На ощупь На верхней части у нас также присутствует Петелечка Чтобы носить наше устройство на шее Ну и стандартное посадочное место Под картридж, под испаритель Оно естественно неизменно Потому что картриджи-испарители Все взаимозаменяемые По самому устройству Я думаю тебе все будет ясно и понятно То есть раз, два, три, четыре, пять Перекратным нажатием мы включаем устройство Надпись Aspire у нас здесь появляется Ну и все как бы Вот он наш экран На котором ты можешь видеть Все что можешь видеть То есть у нас есть сопротивление нашего картриджа Заряд аккумулятора в анимации Затяжки до тысячных И мощность нашего устройства В данный момент он показывает 13 ватт Все регулируется у нас максимально просто То есть мы нажимаем на кнопку Fire три раза Раз, два, три И по одному вату Переключаем мощность нашего устройства В максималку Максимум у нас 25 ватт То есть больше здесь и не надо будет Все равно он будет тебя В некой степени ограничивать В зависимости от того Какое его сопротивление Ты сюда установишь Но 25 ватт это максимум И круговая прокрутка Сразу же сбрасывается на 5 ватт И естественно первое О чем я задумался Будет ли у нас этот экран гореть Когда мы закрываем крышку Ну то есть грубо говоря Устройство же остается у нас Как бы включенным Вот экран типа Он видишь Загорается через секунду И если вот так вот приблизить И посмотреть Я начинаю постепенно Его вот так вот закрывать И где-то вот тут уже На половинке Он гаснет То есть экран При закрытой крышке Он не будет работать Это естественно Замечательно Не будет жрать Лишние миллиамперы Твоего аккумулятора Скажем так То есть вот на половину уже Он не работает Естественно в закрытом состоянии Экран у нас не светится Открываем Экран загорается Происходит это все максимально быстро Вообще без каких-либо проблем Просто вот пользуешься Пользуешься устройством Хоп Посмотрел Сколько там заряда осталось У тебя обратно его закрыл И дальше пользуешься И экран тебе глаза не мозолит Опять же Еще одно место у нас На устройстве убрано Которое могло бы поцарапаться Ободраться Обрати внимание Я попользовался Уже довольно долгое время Этим устройством И вот к чему приводит Ваш чудесный глянец То есть это просто устройство Которое лежало в кармане Оно все зацарапанное Ободранное Само то устройство По нему так и не скажешь Что оно какое-то юзанное То есть он выглядит Как новый По сути дела Но вот эта вот глянцевая Черная панель Конечно же Ей пришел просто мандец Она царапается Прямо об воздух Это то что я Как попка дурак Повторяю из одного Своего обзора В другой Глянцевые панели Все идут в сракотан Потому что вот так Вот это все будет Зацарапано И затерто Наше устройство Новое Обновленное Скажем так Лишено Недостатков Предыдущего устройства Ну и Новый прикольчик С экраном Опять же Почему бы и нет Ну естественно Раз, два, три, четыре, пять Мы выключаем наше устройство Закрываем все это дело Устанавливаем картридж на место И нужно показать тебе цветовые решения Которые мне ребята прислали В девяти цветах Ко мне пришло данное устройство То есть у нас есть Какой-то классический Такой вот серый цвет Опять же Ничего такого вот Вырвиглазного Очень аккуратненький серый цвет Как же без классики Супер черное Черное на черном Опять же Об экранчик Замечательно все Вот так это все будет Как-то выглядеть Конечно же Красный Вызывающе опасный Это замечательный Очень приятный цвет У ребят с компании Бруско Такой кораллово-красный Я бы его назвал Морковно-желтый Это прям цвет как морковка Очень похож на цвет Каких-то кроксов Я не знаю Вот этого вот оранжевого цвета Как-то так это у меня все Естественно Фиолетовый Фиолетовый Сутенерский Замечательный Самый красивый Из ныне предложенных Ну голубенький Еще вот этот Вот очень хороший Такой вот Мятно-голубоватый цвет Опять же Приятно выглядит Очень-очень Такой сдержанный И одновременно яркий Есть розовый Но розовый Что-то мне этот Не очень понравился Он какой-то Бледно-розоватый Розовый в этот раз Не стреляет Очень хороший Голубой цвет Небесно-голубого цвета Очень приятный Насыщенный Темный цвет И салатово-зеленый Яркий Практически Неоново Салатовый Такой вот Противный цвет Скажем вот Вот такие вот Минниканы Плюс слайдер Еще одна вариация Аккумуляторных батарей В поддержку Картриджей От ребят с компании Бруска-Аспайр Что ж Вот таким образом В приближенном рассмотрении Выглядел Минникан плюс слайдер И все его цветовые решения По крайней мере Те, которые у меня есть Я надеюсь Я все как следует Рассмотрел Я все как следует Показал Сейчас я перейду к тому Что буду высказывать Своё личное мнение Которое сложилось у меня За время пользования Ну вот этим вот Фиолетовым устройством Ну и конечно же Так что Давай Обсудим наш девайс Конечно же Здесь мало Что тебе могу Рассказать и дополнить По поводу приближенного рассмотрения Но кое-что тебе Рассказать все-таки могу Но перед этим Я хотел бы поблагодарить Гиганта Вейп индустрии Ребята с компании Вупу Это производители Бокс-модов Подмодов Подов Всякого разного Железа Для вейпинга Которым пользуются Десятки тысяч людей По всему миру Ну и конечно же Сайт GoSmoke Это сайт долгожитель Который работает С 2016 года Так же как и я Еще у ребят На сайте мы активировали Промокод КРБК Который дает тебе Небольшой бонус Огромное вам ребят Спасибо За поддержку Моего канала Первое что я могу тебе Дополнить из приближенного рассмотрения Это цветовые решения Нашего устройства Аж на В 12 Нихера себе Цветах Может быть выполнено Наше устройство То есть у нас Из того то Что я тебе не показал Я постараюсь Как-то отдельно Это выделить На вот том Что я тебе сейчас показываю Короче говоря У нас еще плюсом Будет Темно-зеленый Очень красивый цвет И еще белый И желтый Я на самом деле Удивился Что не увидел Изначально белого цвета Но видимо К ребятам Они еще не доехали Не приехали И вот как бы Девять штук Что показал Они есть И плюс еще Три цвета Офигенный Очень зеленый Темно-зеленый И еще белый И желтый Ну желтый Ладно Белый Как бы Тоже хрен с ним Но вот зеленый Зеленый Я повертел в руках Фиолетовый И подумал Типа нахрена мне Два одинаковых Потому что в любом случае Я ставлю себе Вот этот вот Фиолетовый Для некой Скажем так Палитры Минниканов Всяких разных То есть у меня есть Практически все Минниканы Которые у них были Именно по линейкам Вот эти вот все И это вот Последнее из того То что у нас Вышло Скажем так От предыдущей версии Его отличает Только Три момента По моим Опять же Как бы Подсчетом Скажем вот так Во-первых Это материал То есть покрытие Нашего устройства Оно более такое Софт-тачево Матово-бархатное Скажем вот так Во-вторых Это увеличенная Аккумуляторная батарея На 100 мАч Опять же Если я ничего не путаю По сравнению С предыдущим устройством И Экран слайдер Который убирает у нас Проблемы С царапками Глянцевого экрана То есть то что я тебе Показывал в приближенном Осмотрении Вот этот вот Расцарапанный Ободранный Весь конечно же Глянцевый экран Здесь уже Ты ничего Больше не поцарапаешь В остальном Это абсолютно То же самое Устройство Это все сделано Ты прекрасно понимаешь В поддержку Типа вот этим вот Картриджем Которые у ребят Унифицированы И подходят На каждое Их устройство Будь то это первый Второй Третий Минникан Четвертый Минникан Минниканы Плюсы Которые все были Обычный плюс Плюс про Вот этот вот Минникан Плюс слайдер С приколом Щелкающим Вот этим вот Мне нравится Это устройство Как оно сделано Мне бесконечно нравится Мне нравится Качество сборки То что пока что Сколько бы я не баловал С этой крышкой Она все еще Как бы держится нормально То есть может быть Можно ее каким-то образом Раздрочить Но я думаю Ты этого делать не будешь Типа зачем Просто так портить устройство А по части использования Типа практически Всегда оно у тебя Находится в закрытом состоянии Когда тебе нужно Проверить заряд Аккумуляторной батареи Ты поднимаешь шторку Смотришь Аккумуляторная батарея Заряжена полностью Закрываешь И пользуешься Этим устройством дальше То есть типа здесь Вот потайной экранчик Который они сделали Это очень-очень хорошо Регулировку обдува Низкий поклон Они оставили Зарядка по Type-C Присутствует Кнопка для управления Платой Она Не является кнопкой Fire То есть типа она никак Типа ничего не делает С устройством Ты единственное что Раз, два, три, четыре, пять Можешь выключить наше устройство Или же Раз, два, три, четыре, пять Ты можешь включить наше устройство Вот по сути дела и все А нет не все Включить-выключить Настройка мощности И также сбрасываются затяжки Затяжки сбрасываются Просто удержанием Долгим кнопки Fire То есть ты ее держишь Держишь-держишь И все И затяжки у нас сбросились Вот типа Еще для этого Нужна кнопка Fire То есть это исключительно Кнопка для управления Она не является кнопкой Fire, питание она не подает. В остальном это просто отличный миникан. Еще один хороший девайс, который является масс-маркетовым. Испарители на него есть практически везде. Это основной конкурент всем там, я не знаю, Vapores, всем всяким там X-Ross, что-нибудь там от Oxvee и так далее и тому подобное. То есть это нишевое устройство, максимально распространенное, масс-маркетовое. У него хорошие испарители, благо они типа есть всякие разные, первой версии, второй версии, версии третьей, со съемным вот этими вот, со всеми делами. Ну и вот мои самые любимые, которые с вот этой вот, с надламывательной заправкой сверху. То есть ты просто типа открыл, самая верхняя точка для заправки наверху, заправил картридж, обратно все это дело закрыл. Опять же он объемистый, на 3 мл хватает его довольно надолго. Вот и все. По части регулировки затяжки опять же я могу подстроиться под себя. Экранчик есть, какое-то отслеживание информации присутствует, если он мне не нужен, я ему могу закрыть. Вот и все, больше я тебе про это устройство сказать ничего не могу. Оно просто лучше, чем предыдущее устройство. По крайней мере мне так кажется, по моему личному мнению. И плюсом ко всему, им еще можно раздражать посторонних людей. Щелкая вот так вот. Если вот эти люди, знаешь, которые щелкают ручкой постоянно и думают, что никто на это не обращает внимания. Нет уж, обращают. Это можно записать в минусы устройства, что раздражает всех окружающих людей. В основном, это отличный девайс с огромной цветовой палитрой и с приколом с потайным экраном. На этом у меня все. Больше нет никакого смысла растягивать данное видео, потому что устройство, как я тебе сказал от предыдущего, практически ничем не отличается. Я хотел бы сказать большое спасибо ребятам из компании Бруска, конечно же, за предоставленное устройство мне на обзор. И огромное спасибо за поддержку моего канала. Тебя, друг, как всегда, прошу подписаться на мой телеграм-канал, который называется Миша Коробка. В нем также выходят мои видеообзоры. Еще там есть сламповый чат для отдельного общения. Еще я там записываю кружочки. Если тебе подобное интересно, подписывайся, конечно же, на мою телегу. Также в данном видео будут мои собственные продукты. Это линейка жидкостей Монах, выпущенная в шести вкусах. Линейка жидкостей Монах Шок, наша кисленькая линейка. Также линейка жидкостей Мишка Хаски, выпущенная в двенадцати вкусах. Это фруктовая ягодно-мятная линейка. Обе эти линейки 50 на 50 для тугой затяжки, МТЛ или же подсистем, или же маломощных устройств, типа вот такого вот миникана. Солевые версии обе. Ну и теперь абсолютно точно все, да, давай прощаться. Если ты впервые оказался на моем канале, ты не знаешь, что я такой. Меня зовут Миша. Приятно познакомиться и добро пожаловать в мою коробку. Но если, друг, мы с тобой давным-давно знакомы, и ты все это прекрасно знаешь, что просто-напросто пока, и прошу прощения, что не получилось растянуть данный обзор, чтобы ты мог там дрипку перемотать или свою картошку жареную с грибами поесть. Быстрый обзор, молниеносный. У Фоггера раньше была такая рубрика, называлась Бип, быстро и по делу. Там 5-6 минут шел обзор, надо такую же завести. Пока. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Ты заходи, если что. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.